22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля. В рамках этого дня во многих городах России прошла акция на работу на велосипеде. Впрочем, чтобы отметить этот день, не обязательно осваивать велосипед. Достаточно пересесть на общественный транспорт или просто ходить пешком. В нашем городе, по официальным данным, зарегистрировано более 14 тысяч автомобилей. Готовы ли лабутнанцы хотя бы на один день отказаться от своих машин, выясняла Дарья Самородова. Дмитрий Авдеев и его коллега Екатерина Урамченко сегодня на работу идут пешком. Они уже посчитали, вместе с обратной дорогой получится около двух тысяч шагов. Полезно для здоровья, да и свой вклад в спасение экологии они уже внесли. Ведь день без автомобиля, который отмечается 22 сентября, это именно экологическая акция. Принять участие в ней может любой желающий. Наслышанная в акции, что день без автомобиля. Поэтому решили посвятить время пешей прогулке, дойти на работу с хорошим настроением по кратчайшей дороге. Ну и, в принципе, всем советую. Сегодня весь мир отказывается от автомобилей. На один день в тренде общественный транспорт, велосипеды и самокаты. А вот для педагогов Центра технического творчества это не разовая акция, а хорошая привычка. Каждое утро, пока позволяет погода, они крутят педали. Путь не близкий от микрорайона Пской до Бама. Анна Тычинская призывает всех последовать их примеру. Сейчас такая ситуация сложилась в нашем мире, что все заботятся о других вопросах, а об экологии как-то частенько забывают. Если бы все люди пересели на велосипеды или стали ходить пешком, я думаю, что наша экологическая ситуация стала бы намного лучше. Ну и даже когда едешь на велосипеде, ездят машины, особенно грузовые. Ну о какой экологии тут может быть идти речь. Поэтому я призываю всех, пересаживайтесь на велосипеды, пока погода позволяет, и сохраняйте нашу окружающую среду. Впрочем, наши герои скорее исключение исправил. Судя по количеству машин на городских дорогах, поддержать всемирную акцию решили совсем немногие. И наш опрос это подтвердил. Сегодня день отказа от автомобиля. Вы готовы сегодня отказаться от машины? К сожалению, нет, есть работа. Нет. Почему? Потому что я не смогу. У меня четыре детей, я не могу. Без машины тяжело. На машине быстрее, чем на велосипеде. Нет, я не готова отказаться. Это очень удобно с двумя детьми. Везде успеваешь. То есть, времени меньше уходит на бытовые проблемы. Если и вы не готовы совсем отказаться от комфорта, постарайтесь, по крайней мере, постепенно добавлять в свою жизнь пеших прогулок. Машину паркуйте подальше от работы и не торопясь пройдитесь через двор или аллею. Выбирайте длинные пути до магазина. Ходьба снимает стресс и усталость. И в прямом смысле продлевает жизнь. Дарья Самородова, Дмитрий Сверид. Программа «Время местное». Программа «Время местное»